В 10-м году я решил написать большую статью по складням и вдруг обнаружил, что до меня в русской науке о складнях, собственно, о складнях специально никто никогда ничего не писал. То есть какие-то разрозненные такие моменты. Позвонил Герольд Ивановичу вздорно. Говорю, Герольд Иванович, посмотрите, мне ссылок накидайте, если кто-то что-то делал. Он мне несколько моментов показал, там Ольгу Эйтингов, там по византийским складням несколько моментов, ну а по русским, собственно, вообще ничего не было. Потом нашел материалы по Олисею Гречину, вот у него когда в Новгороде раскопали мастерскую, там были заготовки, явно заготовки под складни, именно под ту форму, которая в Новгороде бытовала. То есть это, и, пожалуй, первая складня, это, наверное, уже век четвертый нашей эры, первая складня. Вот, но решил писать всерьез, что в Невьянске складни много. Вообще складни, в первую очередь, это, конечно, дорожная икона. Это дорожная икона, вот. Вообще у складней было много функциональных назначений, вот в сложенном виде складишок был такой. Очень много, кстати, строгановских есть складней, и их много хранится в Нижнем Новгороде, в музее. Строгановские вообще отличаются, они свои немножко другие. Вот как выглядели складни походные. Застежечка такая, вот так вот брали с собой. Вообще, ну и как походный иконостас, кстати, есть целые складни такие 15-створчатые, это походный иконостас. Их не так много в России осталось. Вот этот вот складень трехстворчатый на три створки. Вот этот складень двустворчатый, вот. Вот. Самые распространенные типы складни. Но у них всегда было свое функциональное назначение. И вот, рассказываю. Вот этот вот складень, это створка складня. Вот это Никола. Никола со сценами жития. И вторая створка у него была, Акафист Богоматери. И он уехал куда-то в Елутора, вторая створка. Вообще складни зачастую делили, когда семейное имущество, наследство делили, складни могли разделить. Одна створка уехала туда, другая створка уехала сюда. Но самое интересное другое. Когда-то много лет назад, я вообще молодой был, это в 70-х годах было. Я в одном глухом старообрядческом селе. Мне дед вынес, показал вот такую здоровенную створку от складня. И она была вот на таком кожаном ремне. Он ее повесил так на грудь и показал мне. Я говорю, а где вторая? А он говорит, это отец уходил на Первую мировую, и дед разделил складень и один брату, ну, одному сыну, а другой другому сыну. Вот тот, говорит, не вернулся, а мой-то, говорит, отец вернулся, и вот эта створочка осталась. И я как-то это запамятовал немножко. И вдруг прочитал, была такая знаменитая книга Туркула, она называлась «Дроздовцы в огне». Ее издали в Мюнхене в 48-м году. Вот, «Дроздовцы в огне». И я вдруг увидел свидетельство на фронтах Первой мировой войны. Он говорит, и мы видели, как эти гордые бородатые сибиряки шли в атаку не сгибаясь, повесив на грудь древние дедовские складни. Я думаю, ого, откуда? Вот. И потом еще находил свидетельство. Вообще, вот эта вот створочка, это 1762 год. И надо, вот здесь вот видно, это вот миллиметра три. Чтобы такое прокатать, это латонь. Латонь здесь называли «Зеленая медь». Вообще, чтобы было понятно, до 1760-х годов 9 из 10 медных изделий были сделаны здесь, на Урале. Екатеринбург, Быньги, Невьянск, Тагил и по той стороне хребта Нижний Иргинск и Суксун. 9 из 10. Самая большая, кстати, коллекция русской меди в Гиме находится. Ну и вот, здесь я хотел показать следующее. Миллиметра три толщина. Это очень мощные вальцы нужны. Очень мощные вальцы, ни единой волны нет. Технологически на высочайшем уровне. Мало того, вот здесь снята фаска. Это нужна такая фреза. Кроме всего прочего, чтобы это все собрать, это нужна была прокалочная печь. Вот, сделано вот так вот. Но это по типу строгановских старых. Качество невероятное. Вот, 1762 год. Вот такая история была с этим складнем. А вообще, складни бывают самые разные. Вот я просто сейчас покажу. Вот здесь вот очень много красного цвета. Здесь вообще красный цвет любили. Я про него могу целую историю рассказать. Вот это вот Успение Богоматери. Развернуло такое, очень качественное, серьезное. Вот это вот. В воскресенье и сошедствие в ад. Причем в Невьянской иконе всегда полное. И воскресенье и сошедствие в ад. То есть, одной фигуры не бывает. Ну, а здесь очень одна из самых любимых. Один из самых любимых сюжетов. Это София Премудрость Божия. Здесь его любили этот сюжет. Причем очень красивый. Там с ангелами, со звездами. Не сосыпался, но мы уже трогать не стали. Очень серьезная история была с этой иконой. Она у меня из Нижнеиргинска. В свое время мне довелось сделать, на мой взгляд, очень серьезное открытие. Красноуфимскую икону я сумел в течение 25 лет. Полевые исследования, экспедиции. Подбор постоянный. И всего-навсего я зацепился за одну фразу. За одну фразу в докладе Сюшеля Дилонга. А еще была в Красноуфимске мастерская Осинская. Но следов ее я не нашел. Так вот, я ее нашел. Мастерская не Осинская. А Осокинские заводы были. И я все-таки это нашел. Я зацепился только за одну фразу. Ну и вот. И вот в Нижнеиргинске я когда сделал книгу «Красноуфимская икона». Она называется Красноуфимская. А вообще мастерские были в Нижнеиргинске. Купцы Осокины. Осокины в свое время Нижнеиргинск и рядом у них Сарана. Они 9 из 10 были выходцы из Балахны в первой половине 18 века. 9 из 10 выходцы из Балахны. Женились, сходились только со своими там два села. Вот. Ну и вот. Икона-то была их Нижнеиргинская. Но я когда приехал в Нижнеиргинск, мне нужны были последние штрихи, чтобы они мне показали, по домам провели. Они меня никуда не пустили. Они меня никуда не пустили. Я вздохнул. Ну что мне? Мне уже все было понятно. Четверть века исследований за плечами. Ну я назвал книгу по району. Назвала «Красноуфимская икона». А там был председатель колхоза. Такой дельный дядька из старообрядцев, Конюхов, Виктор Григорьевич. Очень уважаемый. И он мне говорит, Женя, ну приехать старикам, книгу там покажу. Ну я приехал. Книга называется «Красноуфимская икона». Вот я ее показываю. Они говорят, да Женя, это же наше все. Я говорю, конечно, ваше. Я говорю, я бы вообще книгу-то назвал. Ииргинская икона, Нижнеиргинская икона. Они говорят, а что я не назвал? Я говорю, так вы меня же не пустили никуда. Они говорят, блин, ну кто бы знал. Вот. Ну и вот. И одна тетка, школьная учительница говорит, Женя, я на вышке нашла одну икону. Давай я тебе ее подарю. А на вышке, у них вышкой называется чердак. Причем в Поволжье так тоже. Вот. Ну вот в Нижнем тоже там, в городце, чердак называют вышкой. Вот. И она мне вынесла этот складень. У Нижнеиргинска с Невьянском была прямая связь в 18 веке. Это, конечно, Невьянское письмо. Она мне его подарила. То есть, если бы мне его продавали, я бы не знаю за сколько. И она мне его подарила. И когда мы его раскрыли, я обнаружил здесь дату. 1771 год. Чуть-чуть здесь видно. Ага. 1771 год. Дата осталась целая. Вот такой складешочек. С обратной стороны он выглядит вот так. Чем для исследователя это ценно? Это дата. Любая икона с датой. Это уже атрибут и возможность для следующего исследования. Так здесь с датой оказались три иконы. Воскресенье, сошедствие в ад. София, премудрость Божия. И Успение Богоматери. То есть, это ну очень такая. Очень я благодарен этой учительнице. Молодец. Но я ей тоже отдарился там. Но это уже другая история. А вот однажды. Это одна из самых ранних Невьянских мастерских. Мне принесли вот такой складень. Он сделан на дереве, но он сделан настолько хорошо. Вот видно, да? Здесь дубовые такие вставочки, инкрустация. Здесь тоже несколько сюжетов. Здесь Рождество Христово. Причем любой лик, вообще любой, перекрывается спичечной головкой. Но здесь есть такие совсем маленькие-маленькие, которые штук по пять влезут на спичечную головку. Это самое начало 18-го века. То есть, 1720-30-е годы. Вот. Здесь Седмица. Седмица и тоже с преподающими Зосимой и Савадием Соловецкими. А здесь Богоматерь всех скорбящих радость, пожалуй, одна из самых ранних. То есть, у нас их две вот таких вот. Потому что ее канонизировали в самом конце 17-го. Да, в самом конце 17-го. В 18-м, кажется. В 688-м, по-моему, даже, да. Ее здесь любили. Ну и вот. И я, когда этот складень начал, когда его стали раскрывать и внимательно изучать, я в нем только обнаружил вот такой тайничок. Его и не видно. Он был настолько плотно придан, но его не видно. Мысли нет, что это тайничок. Я сначала думал, что это для мощей. Нет. Это очень серьезная история. Это тайник для запасных даров. Старообрядцы берегли дары Даниконовского освещения. Они их делили уже на микроскопические такие крошечки для причастия. Это вот тайник для запасных даров. Вот такая вот история была. Конечно, брали в дорогу. Старообрядцы не боялись смерти. Они боялись внезапной смерти без покаяния. Вот это вот страх, который присутствовал у всех. И поэтому самые чтимые и уважаемые старообрядческие святые. Антипа, Харлампий и Паисий Великий, о котором говорят только шепотом. То есть, они охраняли в первую очередь от внезапной смерти без покаяния. Значит, мельянские складни атрибутируются достаточно просто. Их не спутаешь ни с чем. На таком уровне с медью в России не работали никакие заводы. Только бельно-заводской Урал. Вот, посмотрите, вот складень. Дейсус и соборы святых. Вот, без единого зазора. Складывается без единого зазора. Причем у них такие бывают. Вот это вот крючочек такой фирменный. Тоже ни с чем не спутаешь. А у них бывает... Вот это вот я купил на вернисаже. Причем мужик его привез из Голландии. И на него есть еще... Я бы его никогда не сумел точно датировать. Он сложный по датировке. Но на него есть накладочки серебряные. А серебряные накладочки датированы серединой 18 века. То есть, собственно, складень значительно старше. То же самое. А он закрывался прокладками? Нет. Правильно. Вот такие вот складишочки. Но хочу остановиться на двух отдельных складнях. Один я даже показать не сумею. Но вот так вот покажу. Вот это вот складень воинский. Здесь Никола, который покровитель всех и всего. Вообще Николу на Руси очень любили. По храмам, по горнозаводскому Уралу, по храмам часовни, большая часть, конечно, как обычно, Никольская. Никольские. Вообще есть замечательная пословица русская. Даже не пословица, а наблюдение. От Колма Гордеколы. 33 Николы. Иностранцы говорили, Никола русский бог. Одна из любимых поговорок русских звучала так. Проси Николу, а уж он спасу скажет. Я как-то в баньках отцу Виктору говорю, батюшка. А там Никольский храм? Я говорю, батюшка, а почему вот такое отношение к Николе трепетное? Он говорит, Женя, понимаешь, он говорит, такой русский по поступкам. Ну, то, говорит, спасет кого-нибудь, то там невинного от смерти спасет. То, говорит, оплюх кому-нибудь надает, то его в тюрьму посадят. Ну, говорит, такой русский, говорит, очень. Поэтому, говорит, любили. Ну и вот. И вот этот складешок такой маленький. Никола, архангел Михаил, ангел-хранитель. И здесь воины Григорий, Уар и князь Владимир. Это совершенно точно, что этот складень, ну, был написан, брали на войну. Архангел Михаил – это крайки воинства. Да. Герой Григорий Михаил – это тоже. Ангел-хранитель – понятно. Уар – это, в общем-то, смерть. Воин-ученик. Ну, ученик. Ну, собственно говоря, молились. В общем-то, не крещённых умерших почему-то. Вот. А теперь, смотрите. Вот здесь любой лик не то, что перекрывается спичечной головкой, вдвое меньше. А вот эти вот верхние лики Спаса и Саваофа, они не читаются невооружённым глазом. Их штук по 10 войдёт на спичечную головку. Но если в макросъёмке, там даже каждый волосок можно различить. То есть, вот такой вот складень. Ну, а самая такая у меня история произошла. Это, конечно… Вот это совершенно точно, что какая-то воинская история. Вот. Вот этот складень по размерам – это штилистовой. То есть, по листочкам для золочения – штилистовой складень. И у нас была история. Мой научный руководитель Виктор Иванович Байден, крупнейший специалист по истории горнозаводского Урала, однажды нашёл описание крестьян Бердниковых. И у них в описании там… Изба, надворные постройки, фабрика… Фабрика, я не знаю, что у него имелось в виду. Может там это… Там и гончарка могла быть там у реки и что угодно. Оценивалось в 20 рублей. А штилистовой складень на золоте оценивался в 70 рублей. Вообще, иконы были чрезвычайно дорогие и ими здесь хвастались. Причём, в графе о приданном иконы записывались первой строкой. На хорошую икону могли ехать там за 3 земель, ехать смотреть хорошую икону. То есть, это событие было – помолиться, приложиться. Вот это вот складень – Архангел Михаил и Георгий Победоносец. Вообще, Архангел Михаил здесь, у старообрядцев, вообще он считался покровителем старой веры. Ну и у старообрядцев он ещё считался проводником загробный мир. Георгий Победоносец здесь тоже свои функции у него совершенно. То есть, он здесь не к сельскохозяйственному культу относился. Хотя, стадо обносили, как положено. Вот. Вот этот складень – очень тонкая черневая разделка. Вот видите, вот эти контрольки оставленные показывают, какой он был до реставрации. Мне его принёс парень один в музей. Принёс, достал из мешка. Показал, я его взял в руки. И у меня, ну, голова закружилась. Я вот так вот держу. Он говорит, всё, всё, давай, я побежал. Я говорю, ты его будешь продавать? Он говорит, я подумаю, я подумаю. И он боялся продешеветь. В результате, полгода он меня мучил, я очень переживал. Однажды он ко мне его снова принёс и показал. Говорит, ну ты подумал. Я говорю, я подумал, что ты хочешь? Он говорит, я ещё подумаю. Я снова взял его в руки. Снова он у меня выдернул и убежал. Я выхожу на улицу. У меня ленд-крузер был восьмидесятком новый. Я выхожу на улицу, видит мой ленд-крузер. Я на него посмотрел. Такой новый ленд-крузер блестящий, чёрный такой. Я думаю, вот зачем мне такая машина, когда у меня нет такой иконы. Потом прошло какое-то время. Я еду в деревню по трассе и звонок. Макс звонит. Он говорит, всё, Витя пришёл. В музее сидит. Складень принёс. Продает. Готов продавать, там торговаться. Просит 25 тысяч. Я звоню Юле. Я говорю, есть ли у тебя деньги? Есть. Я говорю, Юль, возьми денег. Она говорит, сколько? Я говорю, возьми 25 тысяч. Торгуйся до последнего, до посинения торгуйся. Но если увидишь, что не получится, что он сейчас по-настоящему встанет и уйдёт, значит давай 25 и забирай. Ну и всё. Но она торговалась. В общем, купили её за 14 тысяч. Купили в 1999 году, в разгар кризиса. То есть это такие серьёзные деньги. Главное, чтобы он это не увидел. Потому что после того, как он поймёт, что на 11 тысяч продешевил, боюсь, что с ним пройдёт. Вот такой складень. Вот такой складень. И второго такого я не видел никогда. То есть это высочайший уровень работы. Да, он, кстати, тоже оказался датированный 1785 год. Но это одна из основных. Вот это вот то, что здесь называют коренное направление. Ну это моё название, это мы назвали в своё время. Коренное направление, это основная мастерская. Так работало. Вот такие истории про складни. Вообще любое для собирателей каждый раз, когда в новой какой-то складе, нет события.